Девушки отдыхают Война врывается в жизнь человека неожиданно Причем не имеет значения, какого она масштаба Во время войны не было никаких специальных условий Нужно было подготовить и поставить в строй тысячи солдат В те годы большинство сражений заканчивались рукопашным боем Побеждал тот, кто был лучше подготовлен Это вопрос жизни и смерти Если ты чего-то не умеешь, то судьба может сыграть с тобой злую шутку Но мы выжили В военные годы эта система была незаменима Она давала солдату не только умение воевать, но и убирала страх А тех людей, которые ее знают, осталось очень немного Любовь, куда выходит эта бросовка И траектория его равна Наиболее эффективно рациональной схеме Выплевывание этой тяжести на определенное расстояние От человека И если вы умеете бросать тяжести То удары руками выполняются точно так же Вот удары То есть у него же руки будут рисковать Он у нас еще пицца собирается И поэтому у меня, чтобы ударить, мне нужно вот Выбросить То есть бросить шар Есть бой И есть необходимость перейти от задачи класса выживания К задачи класса управления Дистанции Между противником и вами И кидая в нем, кидая в нем шаг И поражать его на этой дистанции Эффективнейшим способом Кидая в нем, кидая в нем шаг Да Получается вот такое Я не вкладываюсь вообще, но и не работает Все бросают, все Видите, вертикально? Камни вы бросаете сто процентов лучше, чем бьете клопом Этот щит, видите, что греховый нужен? Ну что, ударить можно, что и кромкой щита, и кромкой щита Человек Война забирала жизни солдат ежедневно Людей не хватало И на подготовку новых боевосособных солдат не было времени За несколько месяцев Нужно было подготовить и поставить в строй тысячи солдат Чтобы они смогли воевать И при этом не погибнуть Эти сроки были немыслимые, если бы не специальная система тренировки И всего за 60 дней она позволяла подготовить из человека Даже не проходившего воинской службы Настоящего солдата, способного успешно воевать на фронте и выжить И каждой рукой нужно бросить несколько раз маленький шар, средний и большой По диагонали раз-два, раз-два, раз-два Три, четыре, пять, шесть Разные шары Какой шар в руке ощутили Могли его быстро поменять На такой, как нужно И движение, естественно, всадилось в корпус или в голову или в досперку и тиму И так у вас получается Три отсюда, три отсюда, три отсюда, три отсюда То есть масса передаваемая больше, чем больше шар Чем меньше шар, тем точное поражение происходит То есть три отсюда, три отсюда Три отсюда, три отсюда, три отсюда, три отсюда То есть чем больше шар, тем больше переворачивающий эффект А чем меньше шар, тем больше что? Эффект поражения, разрушения Сегодня стали очень популярны различные едининоборства Люди думают, что так они станут сильнее и смогут себя защищить Но оказавшись такой человек на войне, он ничего сделать не сможет Сколько бы он не занимался в спортзале, он к этому будет не готов Даже при простой схватке в уличной драке он вряд ли сможет оказать сопротивление А если при этом у него навесить еще автомат, боеприпасы, пулемет и вещмешок Тогда его дело будет вообще плохим Во время войны не было никаких специальных условий Не было никаких спортзалов Вообще ничего не было Но мы выжили Потому что была система, которая позволяла тренироваться в любых условиях Дерево представить себе можете? Обхватываем дерево Обхватываем дерево Держи, Костя, бей боковый удар Влада, давай Держи, Костя, бей боковый удар Держи, Костя, бей боковый удар Держи, бей боковый удар Если я не буду возвращаться в колонну То попасть в ее ножом будет крайне сопротивление То как бы вы ее не били Нож будет с колонны заскакивать Держи, Костя, бей боковый удар Идет боковой удар вот сюда Видишь, что здесь То есть я вот отсюда С каких-то ставил Разворачиваю ему А руки у меня уже здесь Готовы? Брасываю мячиков сколько угодно Вот и получается, что он на меня лезет Я вот Разрубила война мне судьбу пополам А в войну бой один, рукопашный А мы лезли вперед по своим же телам И сгорали в борьбе без шабашки Без патронов, без личного права на жизнь И с подаренной фронту судьбой Видно, всем им тогда было чем дорожить Если так рисковали собой Фрицы перли на нас жуткой своры своей Объединенные скорой развязкой А мы дрались за медную зелень полей Поливая ее красной краской И вдруг близко увидел я чьи-то глаза Ужас в них пометался и схлынул По немецкой щеке покатилась слеза И он грешную землю погиб Это я же его этим кошмарным штыком Как же так Я не сам Это руки Он же мальчик совсем Кашу ел с молоком А теперь вот предсмертные муки Я поднять его Эй, помоги мне мерза А в ответ Берегись Ты рехнулся Осознать не успел Только поднял глаза И еще один схода наткнулся Я вскочил А мерза салихалов лежит Фрид свой нож из него вынимает И не дышит уже Уже только хрипит И я понял Мерза умирает Я тут черную сволочь потыкал штыком Он икнул, будто вдруг подавился Кровь мозги мне стучала дурным молотком А фашист, удивляясь, ложился Он ложился так долго, как будто уснул Собирался в траве у дороги Постоял и теперь вот решил отдохнуть Только как-то нелепо вдруг ноги А потом штук входил, не касаясь костей Так легко, как в кусок пластилина Вплоть непрошенных этих немецких костей Подошедших к Москве из Берлина Что случилось со мною тогда, не пойму Но в таком состоянии страшном Я проткнул свою жизнь, проходя сквозь войну Да и душу в бою рукопашно Этот ужас закончился, будто во сне Что-то было, и вот, все в порядке Столько судеб сломалось на этой войне Это страшно Ох, страшно, ребятки Победа будет разбит Победа будет за нами В этой системе у Попова нету блоков, да То есть, как мы привыкли Там удар идет, мы где-то Тын закрылись, тын закрылись Такого нет То есть, сам принцип Притрансформируется Либо в восстанавливающую Либо рекомпенсирующую эту функцию Либо в функцию с короткой геометрией За счет которой потом восстанавливается равновесие Удобное положение идет Прибрасывание мячей Вот как бы там три функции с вами А потом они комбинируются между собой в процессе войны Руки манипулятивно работают в трех принципах Где-то ты прямо атакуешь короткие блоки Мне же неудобно так вворачиваться Я вставляю, что, короткую геометру Иду на луга И потом пытаюсь за счет себя восстанавливать равновесие И вот тебе его донуться, да То есть, получается, три этажа, да Манипулятивных, которые они предполагают Для себя так учили Ну, в коем случае, мы увидим, что это успех В мире существует всего три вида боя Беспощадный бой не на жизнь, а на смерти Такое, как он есть на самом деле По сути, только этот вид боя Является истинной битвой Уличная драка, которая может закончиться После одного удара Ничего общего в настоящей битве не имеет И третий вид боя Это поединок в спортзале Предназначенный для поддержания боевой формы Люди почему-то считают это самым важным Но на войне становится понятно Что нужно что-то большее Когда ты не спишь и не ешь несколько дней подряд Ни о какой физической форме не может быть речи Усталость валит с ног И тебе нужно продолжать уничтожать противника Иначе ты погибнешь Траектории нанесения ударов ногами И они, в общем-то, все делятся на удары Как бы связанные с восточными единоборствами То есть удары, которые боковые Пробивающие отсюда То есть прямые пробивающие удары Они куда-то сюда могут наноситься Сюда могут наноситься Вот, в общем-то, удары по ногам По логике эти, которые там показывают То есть ты же идешь на меня Я вот вещи делал Выставляю ногу Не давая тебе здесь меня ударить Выставляя стопу Самую безопасную Видишь? И сапогом Человеком Бьют Голенищем сапогом Какой бы ногой меня не бил Я тебе сапог выставляю сюда И даю тебе удар А после того, как ты выставляешь Мне навести удар какой-то Я тебе выстрел Их хотите Становишь Я ставлю ногу И сам Вот и его Он как бы рекомендовал Он говорит, что Самая мощная часть ноги Это каблук То есть бить надо Каблук Сюда шел Вот таким вот способом За счет каблука А не за счет глинического Когда идет бой Есть только ты И противник Который находится На определенном расстоянии И для того, чтобы выжить Нужно на этой дистанции Суметь быстро Поразить его Затратив при этом Как можно меньше Физической сил Потому что За ним еще сотни Или тысячи Таких же бойцов Жаждущих Твоей смерти И с ними Тоже придется Сражаться Этому Вас никто не научит Для этого Нужна система А тех людей Которые ее знают Осталось Очень немного Уже в двадцатые годы Двадцатого века С целью С целью Приемами нападения Немецкие Немецкие Совершенно секрет Совершенно секрет Туда Наход И уже Отсюда Вбрасывать Мечи По сути Надо Деблокировать Сжатые 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 Блонки Вспомни Те геометрии Которые Были Сразу Учить Принять Эту позицию А потом Перейти В этих Как бы Три керамет Сближаться С противником Маленькими Шагами Которые Т januar Рукопашная Штука страшная Даже если Позавчераш 중요한 Рукопашная Рукопашная Бесконтрольная Безшапашная Все в ходу И штыки, и финки Выручает Пистолетные Выстрелы Рукопашный свал По старинке Хоть зубами гризь, но выстой. Рукопашный бой он без вызова. Все, что видишь, все грубо встречает. Выстой, народился с изнан. Вспоминай, если вспомнишь, набел. Рукопашная беззалада. Ни столетия, ни мгновенная, без просвета и без плен. Этот свал мы не сами выбрали. В этот раз мы без свала рады были. Рукопашная нынче с тиграми. Рукопашная с фердинандами. Вон над Эльвой рекой сердце вон из груди. Пять гранат под рукой, и все жить впереди. Сколько лет прошло, ты спросишь мне. Вновь под Эльвой места знакомы. Выгорали сердца, оплавлялась броня. А вот как мы их жгли, не запомнили. Человек тот и так, все в огне, в грязи. А вы кто, что и как? Ты попроще спросишь. Рукопашная схватка страшная. Рукопашная безромажная. Все размешано, все расквашено. Память на густой крови закрашена. С тишиной в унесен, понад Эльвой закат. Краткий бой, вечный сон. Утомленных солдат. На могильный гранит, да трава зелено. Ну а память хранят только лишь имена. Одно из самых крупных сражений в истории войны. Зов информбюро. После того, как мы сближаемся с противником, где-то здесь, я ему руки выстрелю. И я что? Вот, видите? За лицо просто. Хватаю, вот вставляю его на глаза руки. Обратите внимание, как ломается геометр. Вот, глаза дезориентируют, и отсюда удар. Бам! Раз, один. Акцентируют. Опять ему раз, глаза. Он же думает, следующий удар. А он ему опять глаза закрывает. Дым! Он вот, раз, и разворачивает. Видите движение? Завод. И движение отсюда, где-то показывает. Когда он где-то внула, и он вот, раз, видишь, он ругает, тут, вот, бам! Сразу впадут в голову. То есть он только голову отвернул, но я уже не видел. То есть он так и не видимым делает. Человеку раз, и у него бам! Отсюда только. Велись. Он говорит, раз! Вот, за главу. Он, видите, уже не хочет, руки вот здесь. Он только сюда переводит. На свет! Задача солдата в бою уничтожить противника и выжить. Но если он не умеет драться в рукопашном бою, не может стрелять по живым мишеням и поражать цель, то он погибнет. Таковы правила войны. Это вопрос жизни и смерти. Если ты чего-то не умеешь, то судьба может сыграть с тобою злую шутку. Бывало так, что солдаты показали на учениях по стрельбе хорошие результаты, но в реальном бою не могли попасть в человека. Это стоило им жизни. Почему так происходило? Одно дело стрелять по плоской мишени, и совсем другое в реальном бою. Когда нужно двигаться, стрелять в людей. Все дело о восприятии. Человек не попадет в объемную мишень, если он будет целиться в нее, как в плоскую. Геометрии абсолютно разные. И прицеливание должно быть тоже разное. Нужно понимать эти принципы. Здесь удары ногами производятся самой защищенной частью. Каблука. Если есть кованая жесткая подошва, значит кованая жесткая подошва. Но самой твердой вещью. Удары производятся как? По вот такой вот дуге. Пыл. За счет бедра, а не за счет возгибания коленей. То есть сей ногой. То есть паса-накид полностью туда вкладывается. Если его бьют, то конечно все туда вкладывается. Сношу. Давай, на товарищи. О, голову закрыли. В нос не попали. Здесь не давать. Не давать ему попадать. И идешь на руку. Начинает. Сука, раз. А ты один раз провокнешься в неудобное положение. Рука где-то уйдет. Рычаг простит. И ударит. И нокаут встречает. Здесь у кого-то сквозь прошло. Он только шаг где-то отворили вел. Ногу только вставляет. И отсюда хрыстает мячик. И рим. Это 12 раундов. Это улица. Здесь тыр. Одно немерное движение. Попадание и нокаут. Все. В военные годы эта система была незаменима. Она давала солдату не только умение воевать, но и убирала страх. Это было очень важно. Когда человеку страшно, он ничего не может делать. Страх сковывает его по рукам и ногам. А минуты промедления в любом бою могут оказаться фатальными. Эта система делала человека беспощадным. Перед лицом любой даже внезапной опасности она обеспечивала боевую готовность 24 часа в сутки. По сути своей удар выбирается. То есть отсюда вот вбегает и удар идет прямо под этот. Или вдоль рук, или в солнечное сплетение. Удар нужно носить под влог. То есть нож может быть как хорошие оборонительные вещи при нанесении удара. Как только рука пролетает, я вот опять перехожу в эту позицию и удар. Да, и удар в то место, которое нужно. То есть свести, встать, ударить. Извини за выражение вот сюда. То есть атакуют ближайшую точку. Просто порежут руки. Всегда точка приложения ущелья на инстинкт где-то какого-то может быть смещена. А человек что, он у вас хрустнул? Он подошел, пам, в голову этим кастетом. Вы завалились. Все. И попробуем ударить в бедро. Из вот этой позиции, да. То есть вот отсюда и... Многие отсюда в бедро засадят. Попробуем. Геометренный нанесением удар любого. Вам нужно так забирать геометренный нанесением удара, чтобы куда бы он ни смещался, кроме назад, он в него попадал в нож. То есть если он двигается назад, нам нож до него не должен доставать. Во всех остальных геометрах он должен попадать. Случалось в тех сражениях даже так, что, загораясь ненавистью страшной, покинув навсегда горячий танк, танки стыбились насмерть в рукопашник. Пускали в ход ножи и кулаки, и пламя боль в сердцах не заглушало. Хвален фашистские полки, святая ярость наша сокрушала. За горло цепко взяли мы врага, во век ему такое и не слилось. Тогда Орловско-Курская дуга в боях с пружиной к славе распрямилась. О Второй мировой войне пишет и говорит масса людей. Но мало кто знает, как все было на самом деле. Многие свидетельства о войне уже занесло пылью времен. Многие по сей день хранятся на полках подземных архивов. И когда их увидит свет, и увидеть ли вообще, неизвестно. Сейчас много рассказывают о том, насколько совершенна была советская техника и насколько незавершенна немецкая. Одни люди обосновывают победу СССР какими-то условиями, другие оправдывают поражение Миккер. Очень сложно говорить о том, как все было на самом деле. Ведь с 40-х годов в живых осталось очень немного из тех, кто участвовал во Второй мировой войне. Теперь судить о чем-либо можно только по документам историческим справкам и книгам. Вторая мировая война хранит громадное количество тайн. Одной из них является пропавшая из царского села янтарная комната. Если вы поищите, как следуют эти тайны, то они все будут лежать на поверхности. Но есть вопрос, на который до сих пор никто не смог ответить. Почему СССР удалось одержать победу? Я хочу поделиться с вами главной тайной Второй мировой войны. У войны есть два периода. Начало и перелом в пользу того или иного соперника. Чтобы Советскому Союзу добиться этого перелома, было необходимо, чтобы все люди, которые до этого жили гражданской жизнью, были готовы к боевым действиям. Перед началом Великой Отечественной войны академикам Поповым была разработана специальная методика тренировки служебного состава НКВД и вооруженных сил. Эта система позволяла в кратчайшие сроки подготовить любого человека, имеющего хоть какое-то представление о военном деле. Методика давала возможность в процессе выполнения боевых задач совершенствовать навыки, которые человек приобрел во время подготовки. Эта методика обеспечивала ему достижение результатов. Эта система была рассчитана на военные диверсионно-разведывательные подразделения, на специальные отряды НКВД и на тех людей, которые остались в Тулу, то есть на контрразведку. Методика Попова Михайловна. До этого никто и никогда ее не показывал. Она заключается в поэтапном освоении навыков ближнего боя. Для того, чтобы человек стал способен эффективно справляться с задачами наряду с такими же оппонентами, достаточно провести с ним 10 занятий по 2 часа. Как показала боевая практика, метод Попова позволяет быстро подготовить большое количество людей к специальным условиям работы на территории противника. Методика Попова зарекомендовала себя как самая быстрая и эффективная система боевой подготовки. Она позволяет человеку быть готовым к схватке в рукопашном бою с любым количеством противников и дает возможность решать задачи, поставленные командованием с минимальными потерями. самостоятельная ежедневная тренировка по этой системе делала человека бесстрашным, готовым в любой момент дать отпор и нанести ответный удар. В бою нельзя допускать осечек. Война осечек не терпит. Второго шанса поразить противника может не быть. нужно суметь сработать с первого раза. И здесь только умение человека решает жизнь или смерть. смерть 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 Никто не выйдет, никто не сперва, никто не сперва Война. Особо тяжкий случай, когда не весть откуда вдруг в среде сплошных благополучий рождается желание мук. Откуда это в человеке? Достигнув мир, в том же веке пройти от достижений вспять, забросить и не продолжать. Быть может, юная не может на камне прошлого стоять, мечей не вынимать из ножен и букв из текста не терять. Пишу, пишу как разумеет, кто знает, только вдруг страха хоть в чем-то убедить сумеет неоспорение века. Субтитры создавал DimaTorzok